добрый вечер друзья с вами евгений гордеев из славного города героя смоленска я не мог снова не выйти с вами на связь поскольку смоленщину продолжают сотрясать страшные преступления связанные с несовершеннолетними вот буквально вчера средства массовой информации сообщили о том что 23 видимо декабря неподалеку от деревни селенки это какой у нас темкинский кажется район темкинский район смоленской области в лесу была жестоко убита воспитательница детского сада виктория реснянская которая шла себе мирно домой в эту деревню видеозаписи записи видео поздравления своим питомцам детского сада видимо или возможно детский сад час на удаленке или же он будет вот естественно как и всем этом рождественские каникулы будут значит не будет работа назад отдела шикарнейший наряд снегурочки кокошник такой записывалась там с работниками детского сада на видео чтобы порадовать ребят на эти праздники и вот и вот порадовали порадовали оказалось что буквально 24 числа ее дочь которая проживает в москве обратилась в полицию с тем чтобы что пропала мать и и задержаны 16 и 17 летний подростки местные жители по подозрению в совершении этого преступления самое страшное друзья что поговорили что они ауешники это та молодежные такое движение где где старшими являются так сказать синие как их раньше называли то есть ранее судимые которые воспитывают молодежь так сказать в духе своем человека ненавидничество там возможности убивать грабить и так далее за этими двумя подростками имена их пока не называются значит несколько уже каких-то правонарушений в том числе кражи телефона причем раскрытая телефон нашли в рюкзаке у одного из них но ничего так сказать с ними не предпринимали вот по этой кражонки и и вот они расписали совсем более того у них были был обнаружен при обыске с целый список тех кого они собирались убить из этого своего района тех кто наступил им как-то на мозоль что-то сказал там и так далее вот частности это воспитательница виктория воспитательница детского сада вроде бы делала им какое-то замечание когда-то и вот они запомнили это сволочи и подонки паршивые озлобились и совершили это преступление сначала значит им ну дело возбудили по убийству а оказалось что тут не только убийство до сказать а здесь и сексуальное насилие они изнасиловали женщину эти мерзкие подонки со своими погаными крючками они и задушили шнурком они спрятали тело для того чтобы уйти от ответственности просто не хватает никакого то сказать никакого возмущения не хватает а вам вот только что я рассказывал вот после в предыдущем ролике о том что вот нашего жириновский хочет губернатора который у которого значит под носом Влада Бахова убили так сказать и не расследует уже два года у которого сейчас вот посмотрите что творится так сказать чем занимаются подростки не только в глубинке в сельском нашем городе герое смоленске вы посмотрите нечем заняться посмотрите что творится в скверах наших в темное время суток вот здесь около самолета на баградиона где рядом я живу значит был ограблен инвалид первой группы колясочник ну слава богу одного значит задержали ну не задержали а раскрыли по горячим следам а второго то так по моему еще не обнаружили они забрали у него у стаса телефон и дорого стоящую колонку а он диджей он этим деньги зарабатывал страшно что творится где секция где катки где что ну хорошо сейчас коронавирус но вы так сказать замените счетом сделайте какие-то виртуальные так сказать кружки для молодежи чтобы они сидели в определенное время смотрели значит кто-то спортивные какие-то вещи смотрел в реальном времени кому-то показывали как что-то делать своими руками ну не шляться же так сказать в масках или без лучше так сказать грабить одел маску играть никто не узнает и никто не спросил чуть-то маску напялил а потому что островский сказал что надо в маске быть но сказал значит все в масках а маски еще лучше ограбить никто не опознает никогда это к слову сказать вот в чем дело вы представляете что это такое мы бы были рады так сказать пускай алексей владимирович островский губернатор идет на повышение так сказать идет в госдуму но если ты не смог здесь в области сделать ничего доброго хорошего вечного оставить то что ты можешь сделать в госдуме правда там делают так сказать такие же люди ну и что хорошего сейчас а этим мерзавцам думал что что убили воспитательницу бедную несчастную изнасиловали задушили закопали хворостом засыпали снегом ну что ком горли а иметь по закону больше десяти лет не положено ну две трети отсидать отсидят и выйдут через семь лет так сказать на свободу и снова будут грабить убивать насиловать вот беда то вся в чем а я помню в начале 70-х годов я уже в волгограде учился комсомольская правда тогда не было вот этих газе газетенок желтых значит обык были всесоюзного значения газета комсомольская правда орган орган цк олокс м ссср писала статью статью о том как 13 лет не кажется подросток не достигший 14 лет убил жестоко убил на чердаке квартирного дома и за зарыл в шлак которым там ну утеплитель был шлак двух детишек кажется пяти трех или четырех лет выколол им глаза отрезал уши языки и так далее они играли там в разведчиков типа а он видимо был фашистом они были разведчиками советскими и вот он что с ними сделал так я вам скажу знаете что вы не поверите это был период летних каникул депутатских но депутаты верховного совета на один день собрались у себя в здании верховных не могу здание верховного совета и приняли постановление об отмене на один день смертной казни для несовершеннолетних этот 13-летний подонок был казнен приговора суда эти вот двое подростков не людей подросткового возраста не людей терроризировали оказывается вестемкинский район всю округу а куда смотрела полиция где сельский участковый дион низким местный они они скан а ведь обращались же люди писали видимо жалобы заявления и так далее приняли бы вовремя меры и жила бы сейчас воспитательница воспитательница виктория леснякова леснянская виктория леснянская друзья мои что-то нехорошее неправильное бесчеловечное какое-то не русское неприсущее добрым отзывчивым русским людям творится на нашей родной земле при попустительстве чиновников при попустительстве людей в погонах тех кто деньги получает за то чтобы такого не случалось при попустительстве тех кто должен вовлекать несовершеннолетних и вообще детей воспитывать в духе любви к родине любви к ближнему духе сострадательности к страждущим что творится алексей владимирович вы еще пять лет будете здесь на смоленщине возглавлять все структуры потому что вы глава не я а вы так будьте добры соответствовать вы же своих детей воспитывайте надеюсь как надо так давайте потребуйтесь тех кто должен воспитывать других детей чужих детей для вас где секции где кружки где занятость молодежи стыд и позор на ровном месте страну не поднимешь которая в болото катится надо думать надо делать надо требовать а задача ваша вам же нельзя не надо ходить так сказать самому лекции читать самому за каждым следить списки какие-то составлять тысяч подростков значит чем они занимаются ауи они значит или офники какие-то вам надо только контролировать и спрашивать давать задания и требовать не исполнил нахрен не сделал вон что он мы насобирали здесь на высокие зарплаты идиотов каких-то вот сейчас перелопать и весь тёмкинский район да и перелопать и весь демидовский район да не надо весь демидов один перелопать и почему там до сих пор не раскрыто дело владислава бахова кто виновен почему ник никого не наказали ни с работы не сняли не выговора не влепили не погоны не лишили тос или звание так сказать не понизили что творится вообще в нашем отечестве я не пророк но я вижу доиграетесь все доиграетесь как говорил канцлер германии все время о русских что русские долго запрягают но быстро ездят он не советовал тогда значит германии нападать идти с войной на россию может быть это не хорошо что я цитирую так сказать каких-то вражеских философов там аликанцев но это имеет значение и сейчас для нас вот я цитирую а умней то ничего не придумаешь страшен русский гнев да но он последует если не будет нормальной реакции от властей если не будет того чего мы все всей душой ждем и готовы всеми силами помочь но если нет никаких позывов оттуда значит кто как говорится музыку заказывает то как мы можем помочь мы только можем роптать глухо так сказать ну пружину какую-то сжимать ну кто не может сжимать пружину лекарство пить но честно говорю это не угрозы с моей стороны ты как я могу семидесяти почти трехлетний мужик угрожать я могу только предрекать я и предрекаю почему смоленщина родная моя любимая с ее березками с ее озерами все добрейшими людьми которые никогда хат не запирали превращается сегодня в помойку куда боятся иностранцы ехать туристы боятся заглядывать это ужас какой-то я прошу превратить ваши пять лет пребывания на смоленщине в годы ударного вашего личного труда и в годы спроса требования и наказания виновных если таковые есть но сейчас алексей владимирович как всегда со своей чуть ли не гагаринской улыбкой с новым годом вас с новым счастьем мы вас очень любим уважаем когда есть за что уважать любим за когда есть за что любить готовы поддержать вас если вы делаете праведные добрые дела ну так и вы нас поймите и вы нас поймите вы наш лидер ну мы вас кормим это раньше когда царь направлял губернатора значит накормление называлось не давал значит не оклада ничего а накормление это сказать жили за счет взяток губернаторы те же и другие должностные лица нет вы сейчас четко получаете от нас нормальную я думаю зарплату я не знаю какую но по крайней мере намного намного выше чем 12 тысячная пенсия моей супруги которая 30 лет отработала троих детей родила этому государству 12 тысяч а с инвалидностью значит около 13 она инвалид у меня по зрению поэтому я лично готов по вашему призыву идти хоть куда делать хоть что лишь бы это было с пользой для моей родной смоленщины для моих любимых смоляр так что господин губернатор проникнитесь и вы к к этому кого может быть кто-то считает обыдленным стадом жалостью а может быть и уважением а если говорить дальше то и любовью надо проникнуться и соответствуйте пожалуйста нашим ожиданиям всего нам всем доброго и вам алексей владимирович в новом году оставьте все дерьмо здесь и вот этих вот подонков значит которые оставим здесь а там мы получим значит на выходе новые приговоры сейчас и так то сказать определенная часть молодежи в средний возраст которых 28 лет вы представляете средний возраст сидящих за колючей проволокой мужиков 28 лет самый репродуктивный возраст говорит жириновский выдвинул значит что надо этим у кого неизвестно от кого дети родятся значит отдавать материнский капитал чтобы они сдавали государству своих детей они делали не аборты так сказать ничего такого сдавали государству то есть практически государство чтобы выкупала у них детей но они дальше на эти деньги пускай значит пьют еще что хотят делать еще подставляются под кого-то и еще на конвейер пускают таким образом значит семейство сидящих на шею народа дебилов алкоголизированных детей даунов вот с такими головами так сказать вот такими мордами будет расти хорошее предложение от лидера лдп от вашего шефа алексей владимирович извините я что-то выступление перед своими 11 с половиной тысячами подписчиков превращаю в открытое обращение губернатору смоленской области островскому ну и пусть даже и так лишь бы на пользу шло еще раз них не могу никак перейти к новогодним поздравлениям с новым годом с новым счастьем здоровья всем всех благ пока с вами был евгений гордеев из славного города героя смоленска